Российские ученые вывели новый вид домашних животных. Это ручные лисята. Черные, рыжие, белые, пятнистые, как долматинцы. Эти очаровательные зверьки становятся все популярнее среди любителей четвероногих. Купить такого лисенка можно только в Новосибирске. Именно здесь, под Академгородком, находится единственная в мире звероферма по выращиванию уникальных плутовок. Моя заяць, ты молодой заяц! Моя заяць, ты молодец, не молодец! Эксперимент по одомашиванию лисиц занял ни много ни мало, а полвека. За это время путем тщательного отбора ученые вывели лисят, которые ласковы к людям, обожают играть с детьми и даже реагируют на клички. Правда, в клетках на звероферме живут не только домашние, но и дикие лисицы. Ученые объясняют, последних держат ради чистоты научного эксперимента. Но самое бросающееся в глаза отличие – это цвет шкуры зверьков. В природе лисы бывают рыжие и чернобурые. Но чем больше времени лисица проводят рядом с человеком, тем интереснее становится ее окраска. Звездочка на голове – один из тех характерных морфологических новообразований, которые возникают у всех практически одомашненных видов. В частности, у наших лисиц тоже с высокой чистотой стали возникать вот такие белые пятнышки. При одомашнивании изменяются скорости различных процессов развития. В частности, вот это приводит к такому эффекту. Итак, по словам ученых, все началось с того, что у лесят появились белые пятнышки на макушке. У таких зверьков в следующем поколении уже рождались детеныши пятнистых или полосатых окрасок. Впрочем, некоторые оставались таким же цветом, как их прапрабабушки. Специалисты уверены, через десятилетия у плутовок сформируются целые породы, как, например, у собак. Кстати, внешние одомашенные лисы очень их напоминают. Даже повадки те же. От удовольствия виляют хвостом, а если что-то не нравится – лают. Едят лисицы то же, что и обычные собаки. С единственным пожеланием – пища должна быть вареная, а не сырая. Поэтому на ферме есть специальная зверокухня. Кормят животных два раза в день. Что же я с него спею, а то хоть понаскосил. Сами же плутовки, будь их воля, лакомились бы каждый час. Уж больно любят поесть. Слова о домашних лисах, которые живут в Сибири, быстро разлетелось по всему миру. Правда, держать столь очаровательного зверька дома – удовольствие не из дешевых. Стоимость лисенка для наших соотечественников – 30 тысяч рублей, для иностранцев – 3 тысячи долларов. Последние покупают уникальных зверьков не только как домашних питомцев, но и как артистов. Например, недавно европейские киношники купили двух детенышей для экранизации детской сказки. Берут на расхват малышей и для цирковых выступлений. Но прежде чем лисенок уедет на ПМЖ к своему новому хозяину, его ждет настоящее испытание лаской. На ферму поиграть с зверятами приходят дети. И если в народном фольклоре плутовка ворует и пугает ребятишек, то в жизни наоборот. Детишки что только не делают с лисятами, а те все терпят. Ученые называют это социализацией животного. Так лисенок с детских лет привыкает быть рядом с человеком. Лисят, отпусти меня, лиса! Лисят отдают новым хозяевам уже привитыми и стерилизованными. С владельцами пушистиков ученые постоянно поддерживают связь. В основном по интернету. Через сеть наблюдают и за жизнью своих воспитанников. Просматривая десятки видеороликов о том, как эти очаровательные животные уживаются с людьми. Виктория Минаева, Андрей Копалов, Комсомольская правда, Новосибирск.